Это семенной участок. Здесь посеяна пшеница зимая, сорт Таня. Оригинальные семена я брал в Книзхе, непосредственно, прямо в Краснодаре. От института имени Лукьяненко. Практически у Беспаловой Людмилы Андреевны, дай бог ей здоровья, это чудеса просто творят они, просто чудеса. Вот здесь этот сорт, ну высеян он после обработки, я говорю, что эта почва была освобождена от лесных насаждений, заросших, и подвергнута была рекультивации. Это первый культурный посев здесь. И вот это поле посеяно с весовой нормой высева 60 килограмм на гектар. Вот здесь высеяно 60 килограмм на гектар. Но по густоте стояния видно, что здесь достаточно плотный посев и достаточно хороший заложенный урожай. Систему подготовки и технологии производства нам рекомендовал начальник биоцентра или владелец биоцентра Харченко Александр Генрихович. Мы с ним давно сотрудничаем и часто контактируем, бывает и дискуссируем. В чем это заключается в нескольких, будем говорить, этапах? Это при предпосевной обработке, при протравлении семян, это применение препаратов, кроме протравителя фунгицидного. Мы еще применяем туда и протравитель инсектицидный, и применяем его предложенную схему. Это в чем она заключается? Его препараты, где входят там азотфиксаторы и билофунгицид, по сути дела, который как бы предотвращает заселение патогенов. Вот, и это протравливание семян, значит, потом предложено там, вместе с этим его препаратами, предложено еще применение монокалийфосфат. И препараты, которые содержат все микроэлементы, значит, рексалин, ну, был рексалин в этом. Вот, с нормой рексалин, там, 50 грамм на тонну, буквально там, а то там по литру на тонну. Мы получаем дружные, нормальные всходы, а самое главное то, что хорошо развитая корневая система. До того, как я не применял, я не видел такой корневой системы первичной при всходах. Вот, когда уже растение начинает переходить в фазу начала кущения, формирует узел кущения, но еще нет, еще нет вторичной корневой системы. Если выкопать растение, значит, первичная корневая система – борода. Вот, раньше, и раньше я этого не видел, такой корневой системы раньше не видел. Я считаю, что это залог, это уже залог. Дальше по фазам мы кормим, ну, во-первых, значит, мы с ним еще, он рекомендует вообще отказаться или перейти минимальное азотное кормление, но мы еще к этому не готовы, потому что все-таки экономику надо делать, вот, не хочется просаживаться, я боюсь. Ну, и некогда экспериментами особо заниматься, честно говоря. Поэтому мы все-таки применяем приличные дозы азотной подкормки, но, значит, в чем вопрос? Если растение здоровое, здоровая, здоровой корневой системой, то эффект от азотных подкормок гораздо выше, гораздо выше. Почему? Потому что и можно получить 3 килограмма на килограмм удобрений, а можно получить 15 килограмм на килограмм удобрений. Вот, это все зависит, конечно, от того, насколько растение и почва способны усвоить и довести доступность этого азота до растений. Подкормки составляют, по этому году у нас 4 центнера на гектарами ачности литра, в 3 приема. Где в 2, где в 3. Не делаю никогда вот больших азотных, большого азотного количества при листовых подкормках. Я выше 6-8, край 10 килограмм только карбамида применяю, больше никогда не применяю и считаю, что как бы это оправдано. Почему? Потому что усвоение через лист этого азота все-таки, это усвоение через лист, это усвоение через устицы, через диффузный лист. А давать 30, другие 40 килограмм, я не представляю, как это. Устица не корова, она все не проглотит, это неправильно, я считаю. Вот, и дает эффекты, лучше дробно, лучше чаще. Вот, и туда же, туда же, стимикс стандарт, фитостим, фитостим, агростимулин на последнюю. Значит, очень ответственная фаза, это когда начало выхода флагового листа. Значит, ну, не начало выхода, а уже может быть половинка, она, когда лист стоит еще, только выходит из, из, выходит флаговый лист. Вот, вот, в эту фазу, эта подкормка, значит, дает эффект на озерненность. Ну, вот, мы уже смотрели, эта озерненность хорошая и выполненность в колосе хорошая. Из этого необмолоченного колоска надо убрать 20% на соломистую его часть. 4, 6, 8, 26, 50, 52, 55. Значит, есть колоски, я вот брал несколько колосков, несколько к ряду, и взвешивал. Есть колоски, доходят до 4,5 грамма. Это, это, это надо представить, какой заложенный потенциал, если бы его раскрыть. Какой заложенный потенциал, вот, селекции кубанских сортов. Это, вообще, беспродел, будем говорить в наших понятиях. Даже я вот слышал, ребята говорят, что та заявленная, заявленная урожайность сортов, она, как бы, не оправдается, это где-то у них на делянке. Нет, не у них, это мы не доделываем. Это мы, сорта способны давать, выше 100 центров способны давать, я убежден. Я считаю, что год по урожайности и по продуктивности, будем говорить, удачный. Урожайность еще мы точно не подсчитывали, но в период уборки была от 72 до 55. На разных участках, по-разному. Ну, я думаю, что на 60 центров, наверное, мы удержимся. На 60, может, 60 с лишним. Вслед за уборкой у нас, мы дискуем поверхностная обработка дисковыми урудиями. Конечно, по технологии бы хорошо было сразу бы применить деструкторы, вот, предложенные Александром Генриховичем, но не хватает у нас людских ресурсов и силы одновременно все это сделать. Поэтому мы дискуем сейчас, провоцируем сорняк, даже вот часть прикатали, ну, еще прикатаем сразу эту дисковку с целью спровоцирования сорняки и падалицу. Вот. А потом, при следующей обработке, мы не спеша, в ночное или под погоду прицелясь, вносим деструкторы в стырни, Нива, Нива А, Нива Б. И опять поверхностную обработку по стырни. Когда я отказался от пахоты, стал применять препараты, эти, оставлять пожневные остатки, почва преобразилась, почва стала другая. У меня ни на одном поле, ни на любом дожде, ни на любой дождь, нет ни одной лужи. Никогда не было. Значит, и пахотный слой, и почва. Даже один раз, мы вот так, сыном он еще даже не занимался, он уже в институте учился, но занимался, мы вот на том поле напротив, мы ее перебирали, так вырывались, смотрели, рылись. Он говорит, слышишь, отец, говорит, почва как в цветочном горшке. Вот как в цветочном горшке, такая вот структура. Вот поэтому почва, направление о том, что говорит Александр Генрихович, абсолютно верно. Надо почву оздоровить, почва должна быть здорова, и почва, потенциал почвы, тогда может раскрывать своим собственным плодородием. Ну, от минерального питания не отказываемся пока. Когда откажемся, не знаю. Не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok